Как рассказала директор учебно-методического образовательного центра Надежда Григорьева, сотрудники восприняли предложение принять участие в поэтическом проекте с искренней и даже некой детской радостью. Не зря они работают в основном именно с такой категорией населения. Мы постарались выбрать тех, которые, наверное, на наш взгляд и увлекаются стихами, и непосредственно в силу своего функционала как-то сталкиваются с различными конкурсами как педагогов, так и детей. У нас очень много и литературных, и мы взаимодействуем с нашей библиотекой, с нашим историко-культурным центром. Для проекта «Стихи живут повсюду» было выбрано произведение русского поэта, военного корреспондента, участника Великой Отечественной войны Александра Прокофьева «Слава армии нашей». Слава армии нашей на знаменах побед. Нету воинства Краши, и сильнее его нет. В нем отрадно и властно встали мы и стоим с верной дружбой солдатской, с нашим братством святым. С ними шли через годы, через степь и тайгу, как гроза для отпора и для смерти врагу. Бой ходили и пели, били недругу в прах, песни воли звенели на солдатских губах. Песни падали в травы, нынче в небе парят. Над солдатской славой, над матросской славой, над российской державой, словно звезды горят. Я очень рада, что именно это стихотворение прочли члены дружного коллектива Надежды Викторовны Григорьевой. Более ста лет российский февраль – это дань уважения доблести нашей армии, всегда и сегодня хранящей в целостности рубежи нашей страны. Методист Надежда Тишкина очень любит поэзию и даже в школе сама сочиняла стихи. Сложностей не было, поскольку тема близкая всем, которая всех волнует, и эта тема в моем сердце. В центре трудятся около 20 человек. Это методисты, логопеды, педагоги-психологи. Сотрудники работают со всеми образовательными учреждениями округа, занимаются подготовкой и организацией профессиональных конкурсов. Произведение, конечно, понравилось. Это очень актуально, патриотично. И наш учебно-методический центр поддерживает детские конкурсы, конкурсы чтецов в том числе. Воспитывая патриотизм в подрастающем поколении, прежде всего, нужно начинать с себя, своим примером показывать любовь к родине. Это уже 44-й сюжет проекта. Кто станет героем следующего выпуска, телезрители узнают совсем скоро. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ.